Приемная кампания в Казанском университете. Когда и как можно подать документы на поступление? Мы остаемся полностью в дистанционном формате приема документов. Оригиналы документов в этом году подавать не требуется. Студентка Казанского университета завоевала титул «Жемчужины мира» на международном конкурсе красоты и таланта. Если быть откровенной, я очень хотела эту победу. Я очень хотела победить, и я старалась приложить максимально все усилия, чтобы добиться этой цели. Потому что помимо того, чтобы выиграть, у меня еще была цель предостойно представить свою страну. Неожиданное открытие совершили сотрудники библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Ариадна Кугушева. Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского университета прошел в КСК КФУ «УНИКС». В рамках фестиваля прошло торжественное награждение участников в различных номинациях. Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске. Состоялось закрытие седьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021, который проходил в Казанском университете с 25 по 28 мая. В течение трех дней участники обсуждали вопрос подготовки педагогов в современном мире. В Казанском университете скоро стартует приемная комиссия. Все, что нужно знать о ней, расскажем в нашем следующем сюжете. В этом году приемная комиссия будет открыта традиционно во втором корпусе Казанского университета на Кремлевской 35. Это будет единственным местом приема документов для граждан Российской Федерации. Для граждан же других государств открыт приемный пункт на Кремлевской 25. Приемная компания приняла особенности в некотором роде прошлого года. То есть мы остаемся полностью в дистанционном формате приема документов. А регионалы документов в этом году подавать не требуется. То есть как приемная компания, так и приемные заявления в этом году будут проходить в дистанционном формате. Основная волна наплыва абитуриентов ожидается после 20 июня, когда приемная комиссия полноценно откроет двери как для граждан Российской Федерации, так и продолжит прием для граждан иностранных государств. С 20 июня по 29 июля мы принимаем документы и приказ о зачислении на бюджетные места мы выпускаем 17 августа. Зачисления в этом году происходят в одну волну. В этом году в целом по ВУЗу с филиалами 7162 места бюджетных. Это бакалавриат, специалитет и магистратура. На сегодняшний день регистрацию в личном кабинете на сайт Казанского университета «Буду студентам» прошли уже более 2000 пользователей. В данный момент ведется активный прием иностранных граждан. Это та группа, у которых уже есть документы об образовании. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс. В Казанском университете подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов. Победителями стали 14 обучающихся. Еще 12 студентов отмечены в разных номинациях. В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей и призеров конкурса. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике статей. Обладательницей титула «Жемчужина мира» стала студентка Казанского университета Анаит Хачатурян. Финал международного конкурса красоты и таланта состоялся в Казанском культурном центре «Сайдаш». Смотрим. Всего в финал вышло 12 девушек. Особенностью конкурса является то, что каждая участница должна представлять ту страну, чье гражданство она имеет. Именно поэтому конкурс «Жемчужина мира» напоминает настоящую экзотическую сказку, укрепляет дружбу народов и развивает толерантность к различным культурам народов мира. Было 12 стран всего представлено. Начиная с Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, заканчивая Шри-Ланкой, Танзанией. То есть девочки были с разных уголков мира, можно так сказать. Хотя сама Анаит родом из Казани, она представляла Армению, потому что это родина ее отца. Так в рамках конкурса были не просто традиционные визитка и дефиле, а с национальным уклоном. Мой творческий номер был «Танец», в котором я как раз таки хотела показать вообще, что такое Армения, и чтобы зрители увидели, что есть вот такая вот богатая, солнечная, красивая страна. Конкурс «Жемчужина мира» ведет уже десятилетнюю историю, и Анаит признается, что мечтала поучаствовать в нем еще со школьных лет. Пока девушке не исполнилось 18 лет, она помогала другим участницам в подготовке творческих номеров. После школы Анаит поступила в Институт международных отношений Казанского университета. Однако конкурс для тогдашней первокурсницы отменился из-за пандемии. И, наконец, на втором курсе девушка смогла получить заветный титул. Если быть откровенной, я очень хотела эту победу. Я очень хотела победить, и я старалась приложить максимально все усилия, чтобы добиться этой цели. Потому что, помимо того, чтобы выиграть, у меня еще была цель достойно представить свою страну. Когда объявляли результаты, у меня, наверное, пошли слезы счастья от того, что меня окружают очень такие люди отзывчивые, которые меня поддерживали. Под званием «Жемчужины мира» Анаит Хачатурян получила корону, памятные подарки и сертификат на авиабилет, чтобы девушка смогла этим летом по традиции отправиться в Армению. Сотрудница музея Каюма Нессери обратилась в отдел рукописей и редких книг Казанского университета с просьбой найти труд Каюма Нессери, переведенный Ольгой Лебедевой на русский язык. Во время поисков сотрудники библиотеки КФУ совершили настоящее открытие. О нем расскажем в следующем сюжете. Поиск на Лебедеву ничего не дал. Сотрудники отдел рукописей и редких книг посмотрели очень подробную библиографию Каюма Нессери. В результате нашлось произведение Кабус Неме, написанное в 1088 году в назидании своему сыну, так как автор боялся не успеть передать все знания и премудрости, накопленные за всю свою жизнь. Ольга Лебедева же в восточном мире известна более как Гульнархану. Она переводила произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого на турецкий язык, была очень образована, знала 10 языков, приходилась женой главы Казани. Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели открыли. Оказывается, она из фонда Готвальда. Иосиф Федорович Готвальд был профессором Императорского Казанского университета, востоковедом, библиотекарем, заведующим казанской типографией, а также был цензором всех мусульманских изданий, выходивших при Казанском университете. У Готвальда была очень богатая библиотека, которую он завещал Казанскому университету. И после его смерти дочь его подарила библиотеку Казанскому университету. В том числе в этой коллекции имеется 157 арабских, арабографических рукописей на турецком, татарском и персидском языках. Книга, которую нашли сотрудники библиотеки, издана в 1886 году в типографии Казанского университета. Это сочинение первоначально было написано на персидском языке, переведено на турецкий, а с турецкого на татарский для того, чтобы оно было доступным российским мусульманам. С татарского языка на русский перевела Ольга Сергеевна Лебедева. И здесь видим автограф, рукою внизу видим Гульнар Хану Лебедева, подпись Осипу Федоровичу Готвальду, знак уважения и доброй памяти скромной переводчицы. Илья Андреев, Радмир, Софиулин, Универньюз. Проект Кунаклар реализуется в Казанском университете благодаря победе в грантовом конкурсе для некоммерческих организаций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Он направлен на создание тематической площадки для подростков разных национальностей русских, татар, удмуртов, лесгин и воплощается с участием учеников университетской и мортовской школы Елабужского района. Все подробности в сюжете. Состоялась первая выездная встреча в рамках проекта Кунаклар. Десять учащихся мортовской школы прибыли в главные здания Елабужского института Казанского университета и познакомились с его богатым наследием. Они посетили музей истории и музей археологии, конференц-зал и актовый зал, а также загадали желания у знаменитых зеркал вуза, после чего направились на экскурсию по университетской школе. Там для них прошли тренинги на команды образования и воркшоп «Прош из фетра» с татарским национальным орнаментом. Мы делаем разные вещи. Например, в этот раз мы сделали вот такую брошку. Это национальный знак татар. Нашли себе новых друзей, также узнали друг другу много интересного. О важности проекта рассказала и Светлана Смехова. Это мероприятие ценно тем, что дети общаются друг с другом, они узнают что-то новое, приобретают новых друзей, новые впечатления, то есть они развиваются. В рамках проекта планируется создание онлайн-клуба по интересам, в котором они будут общаться, делиться опытом и участвовать в тематических мероприятиях. Джимин Небаева, Универтньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok